Продолжение следует... Об этом сообщили на пресс-конференции Министерства физической культуры и спорта. Конкуренция у нас была сильнейшая. В национальной премии участвовало порядка 700 проектов из более чем 60 регионов. В финал вышли 168. И в некоторых номинациях участвовало более 20 проектов, которые претендовали всего лишь на 4 места. То есть конкуренция была, конечно, бешеная. Теперь ульяновские проекты могут рассчитывать на получение поддержки со стороны федерального ростуризма. Помимо этого, наши туристические проекты войдут во всероссийский календарь крупнейших культурных событий. Обсудили на пресс-конференции проведение в 2017 году фестиваля национальных видов спорта СНГ. Ранее наш регион уже принимал фестиваль, но на всероссийском уровне. Теперь статус мероприятия международный. Новое будет, собственно говоря, все, потому что это будут отдельные сборные стран уже, а не регионы Российской Федерации. Будут новые виды спорта представлены. Будет, соответственно, совсем другой масштаб. То есть, например, у нас планируется проведение парада физкультурников, потому что сам фестиваль будет проходить с 12 по 15 августа 2017 года. 12 августа это всегда был день физкультурников. Видов спорта в этом году будет более 20. Среди них стрельба из лука, казачьи многоборья, лапта и многое другое. Ожидается, что в фестивале примут участие более тысячи спортсменов. Предполагается, что среди них будут и представители нашего региона в составе сборной России. Но говорить об этом пока рано. До фестиваля остался год. Сейчас Минспорта прорабатывает организационные вопросы. Логотипом фестиваля национальных видов спорта, кстати, в этом году будет жар птица. По словам организаторов, она символизирует дружбу народов. Андрей Творогов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова